Здравствуйте, господа! Сегодня небольшое видео про прикормку Карпро. Мы ее продаем, продаем успешно. Качество прикормки хорошее, то есть вопросов не вызывает никаких. Люди, кто пробует, приходят и покупают вновь. Но пока, скажем так, с периодом времени, народ сошелся на том, что самые популярные, это вот пять вот этих серий, пять номинований, которые любят все и по отзывам работают практически всегда, везде у всех. Я вот думал, как снять этот ролик. Ну, в принципе, наверное, я сейчас буду каждый пакет скрывать, просто камеру наставлю близко, да, для того, чтобы вы хотя бы фракцию видели, цвет, и буду комментировать уже за кадром. Ну, наверное, вот такой формат будет оптимально. Не обязательно вам меня видеть, да, главное, чтобы смотреть прикормку и слышать голос. В общем, прикормка сейчас свежайшая, в большом количестве мы завезли в магазин Multifish, поэтому качество хорошее. Я проверял несколько пакетов, и всегда так делаю, когда прикормка не с нашего производства приходит. Я сразу смотрю, чтобы она была достойная, достойная по качеству, по всему, и только тогда мы уже расплачиваемся с поставщиком, да, и выставляем ее на продажу. Ну, заказывайте на сайте Multifish. Я напомню сейчас маленькую вот ремарочку в плане рекламы, да, что только покупатели нашего магазина Multifish и подписчики на социальные сети, на странички магазинов в социальных сетях имеют право получить бесплатные запчасти. Уже такие акции проводятся и проводились, поэтому имейте в виду, чтобы вы были обеспечены запчастями, у вас главной боли насчет этого не было. Подписывайтесь обязательно на все странички в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Ютуб канал, Рутюб теперь мы и стали там ролики выкладывать, да, ну и, соответственно, условие необходимое, удочка должна быть куплена у нас. Ну, давайте по карпу, скажем так, распакуем, да, и начинаем смотреть. Ну, вот, господа, давайте первая у нас пойдет кукуруза. Вот такой вот пакетик. Написано всесезонная, эко, новейший состав, вес килограмм. Проверяли насчет килограмма, да, действительно килограмм, там плюс-минус грамм 20, наверное. Дата изготовления тоже немаловажный момент, 16.02.2022 года. То есть прикормка, я думаю, год она хранится точно, но вот, соответственно, этот сезон будет использоваться. Ну вот, смотрите, по поводу, значит, запаха кукурузы. Не могу сказать, что супер пахнет кукурузой, то есть я вам сразу рассказываю, что называется, непредвзятое. В плане запаха кукурузы лучше было бы больше, да, это первый минус сразу. Обязательно здесь условие, если действительно карп теплая вода, лето, действительно карп любит кукурузу, это одна из главнейших его насадок, и, что называется, по запаху он приходит, да, то здесь нужно обязательно добавлять кукурузу отдельно, в баночную покупайте, не добавляйте. Первое, второе, фракция средняя, с включением небольших комочков, кусочков, очень высушенной кукурузки, крохотных, для карпа это ни о чем. Поэтому в плане того, чтобы, ну, скажем так, обязательное условие добавлять кукурузу, это раз. Во-вторых, желательно сюда добавить крупную фракцию, хоть какую-то, если вы на фидер ловите, да, есть на поплавок, ну, наверное, тоже. В плане состава, ну, здесь я смотрю, бисквит есть, сухарь панировочный, ну, и в основном вот какие-то что-то подобие пелицы или кусочки, видимо, молотого шоколада от бисквитной крошки осталось. Ну, скажем так, прикормка, вот еще раз сейчас понюхаю, ну, особого большого запаха кукуруза нет. Поэтому смотрите сами, вот такая прикормочка. Значит, следующую. Карп слива. Свет красный, фракция уже значительно крупнее. Здесь уже запах настоящий, хороший, нормальный, то есть настоящий какой-то сливовый запах. То есть мне это по запаху, я уже улавливаю, да, что это за ароматика, потому что сам много лет занимался прикормкой. И могу сказать, что ароматика будет стойкой. Она чуть-чуть, процентов на 20 уйдет, на 30 примерно, да, после увлажнения. Первые там, ну, где-то через час уже 30% у вас запаха этого не будет. Поэтому, скажем так, если вода теплая и конкуренция большая, то, пожалуйста, используйте дополнительные ароматы. Кстати говоря, мне многие спрашивают, можно ли зимой. Вот написано, я просто вспомнил, на прикормке, на всех пакетах написано всесезонное. Да, вот где можно карпа зимой ловить. Вот я даже на тесты использовал, когда там на тесты брал удочки. У нас в Москве, в Подмосковье есть три места. Это Марина иногда в карп попадается. Но редко, да, вода не замерзает зимой. Потом есть сброс, куда я езжу, где я тестирую удочки. Это Конаковский сброс, Конаковская ГРЭС. Там теплая вода всегда, и там можно ловить. И второе, и третье место – это пихорка. Там тоже бывает время от времени карп очень крупный заходит, и как бы его можно чуть ли как не на платнике таскать. Поэтому это вот к вопросу, кто хочет карпа зимой ловить. Значит, по фракциям также есть кукуруза. Примерно все в то же самое. Цвет прикормки, как вы видите, красноватый. Это хороший очень цвет. Я вам сразу говорю, что не пугайтесь. Это действительно, с моей точки зрения, один из самых лучших цветов по карпу. Значит, прикормочка вот эта сливовая, кстати говоря, по составу, я смотрю, она будет очень хорошо работать в методной кормушке. Она, вот здесь и лифтинг будет достаточен. Это, если для фидера, да, мы используем. Если переулажнить немножко, то для метода она тоже подойдет. Вот, кстати, кукурузная смесь, она в плане лифтинга будет чуть похуже. Так, следующий популярный аромат, который народ очень берет и хвалит. Робин Реттон называется. Ну, аромат сразу есть. Запах чувствуется тут же, как открыл пакет, даже не успел насыпать. Ну, перцовый такой запах, красного перца фактически. Мелкодисперсная прикормка, как вы видите, с небольшим совсем включением средней даже фракции, даже мелкосредней фракции. То есть, имейте это в виду, я уже сейчас не акцентирую внимание на то, что стоит просеивать, там, добавлять или еще. Да, но законы такие, есть холодная вода, у вас смесь должна быть, прикормку должна быть просеяна, и крупной фракции должна быть единичной вкраплении, желательно, чтобы это была уже насадка фактически, да. На холодную воду вы можете крупную фракцию использовать, но это еще зависит от концентрации рыбы. Если карпа много, и он быстро выметает, сметает все, то здесь, конечно, крупные фракции, кормить надо много, и не надо эту сверхкачественную смесь дорогую использовать. То есть, если карпа много, я беру вообще базу, добавляю туда кукурузки, немножко совсем, да, закармливаю для объема, и дальше уже сверху более качественной прикормкой немножко кормлю, да, вот тогда это уже будет оптимально. Но об этом я расскажу более подробно. Ну вот, смотрите, по фракции, да, приятная красноватая прикормка, с хорошей ароматикой, кстати говоря, стойкой, то есть, она будет действительно привлекать карпа, может не сомневаться. Следующая прикормочка у нас криль. Ну, точность такая же фракция, мелкая, как и предыдущая, Robin Red, которая, смотрите, по запаху, ну, наверное, да, да, такой креветочный запах немножко, копченой креветки, наверное, даже, как сказал, ну, запах криля, действительно. Вот, ну, по фракции, видите, это мелкая прикормка, мелкая фракционная, то есть, очень хорошо подойдет, кстати, для метода кормушек, то есть, она, в принципе, у нас берется, наверное, в 80% случаев именно на метод, при том, на любую воду, то есть, вот это криль, Robin Red, это запахи холодной воды, поимейте это в виду, она будет хорошо работать на холодную воду. Ну и классика карповая, клубника. За точность такая же краска, кстати, краска держится хорошо, прикормка краску не отдает, поэтому, может, не волноваться, она действительно на дне будет такая, потому что бывает, когда прикормку берешь, там, каких-то, там, производителей непонятных, неясных, то есть, там, бывает так, что она в ведре у вас красная, да, а воду кладешь, через полчаса прикормка становится светлой, а вся краска ушла, водой оснылась. Поэтому то, что на дне, чтобы вы поняли, понимали прекрасно, лучше прикормку бросать себе под ноги, да, и уже наблюдать, что с ней происходит. Значит, здесь по клубнике запах приятный, действительно, натуральные клубники, он также потеряет процент в 30 после увлажнения, вот, имейте это в виду. По фракции, точность также средняя фракция, то есть, мелко-средняя фракция с вкраплением вот этой кукурузки, такой сушеной абсолютно. Да, бисквитик тут, я смотрю, есть отруби минимальное количество, либо у меня просто не попало так, потому что вот я вижу, что по качеству действительно прикормка приятная, то есть, такая хорошенькая. Здесь вот шоколадка уже, я смотрю, там какая-то штучка, видимо, шоколад попал, ну да, шоколад. Опять же кусочки кукурузки, вот я смотрю орешки, немного арахис, молотый и мелко-мелко. Это у нас кусочек, да, это у нас кусочек пелица, совсем немного, но вот на такой размер, да, вот такой кусочек. Поэтому имейте в виду, как полноценную прикормку, в принципе, можно ее использовать для фидера, для закорма, то есть, она пылить будет хорошо, если вы чуть-чуть не доувлажните, ну, как бы, дело так, чтобы насадка у вас была на крючке, это самая крупная фракция, которая будет на дне, тогда карпик и действительно подойдет, и успех у вас будет. Прикормка неплохая, сразу вам говорю. Друзья, ну вот, пораскрывали пакеты, посмотрели фракцию в двух словах, ну, вы, я думаю, что понимаете, да, увидели весь состав, что вам уже не экспериментировать, деньги не тратить, не покупать, а уже знать, какой чем пахнет, да, что там внутри в пакетах, потому что пакет закрытый, и так не увидишь, да, и по запаху тоже. Ну, они есть в наличии, заказывайте всегда. Мультифиш, заказывайте прикормку, мы работаем, мы официальный магазин, все свежайшее от FLAGMAN FISHING, группа компании, да, вы можете увидеть наш сертификат официальный, да, что наш магазин является официальным магазином группы компании FLAGMAN FISHING, официальным партнером. Покупайте, заказывайте, ждем новых заказов, и до новых встреч!